Престольный праздник отметил храм священномочника Ермогена, патриарха московского и всея Руси. Исторически важны жизненный подвиг и роль святителя во время смуты начала 17 века. В то время под угрозой находилось само существование независимого православного государства. Царский престол стоял незанятый, старое боярство было разорено, войско россияно. Но самое главное, Кремль был занят польским отрядом. И в это тяжелое время русский народ совершил подвиг. Он сплотился и спас Отечество. Народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Косьму Минина освободило Москву от поляков и завершило свою победу избранием царя. Немаловажно, что патриарх Ермоген, вдохновитель этого народного движения, даже находясь в застенках, не пошел на поводу у польских интервентов. Это также сыграло свою роль в избрании государя, положившего начало целой династии. За 300 лет существования этого рода, этого рода управляющего российской державой, Россия достигла очень высоких вершин в разных областях и науки, и техники, и культуры, и образования, и религиозного развития. Конечно, мы всегда должны быть благодарны этому роду, который взял на себя в это очень тяжелое время такую ножку, чтобы исправить умы и сердца людей и направить на путь христианской, православной жизни, православной веры, православных традиций. На следующий воскресный день, после воспоминания жизненного подвига патриарха Ермогена, глава Среднеазиатского митрополитического округа Владыка Викентий совершил богослужение в Свято-Успенском соборе столицы Узбекистана. За богослужением в этот день по традиции читается евангельское повествование о блудном сыне. Во время проповеди архипастырь объяснил собравшимся, как события двухтысячелетней давности могут быть применимы к современным христианам. Сегодня Святая Церковь, Господь Бог, наш Небесный Отец, призывает нас, сыновей своих и дочерей своих, к тому, чтобы мы осознали свое падение, осознали свое отступление от своего сына встал к Богу Небесному нашему отцу. И чтобы мы осознали так, как осознал вот этот человек, что с Отцом Небесным жить хорошо. И сказали словами вот этого блудного сына, евангельское повествование, «Согрешил я, Господи, пред Небом и пред Тобой, и не достоин называться Сыном Твоим, но прими меня, как единого отвоения Твоим». И Господь, надеемся, по примеру этой притчи, примит нас, как своими сыновьями и восстановит наше сыновство.